Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на айсберге адского босса, который мы записали со всей нашей командой озвучки. Мы дополнили от себя множество фактов и популярных теорий по данному мультсериалу, так что по сути этот айсберг полностью составлен нами и расширен разной интересной информацией. А вы находитесь на канале IG Animation, меня зовут Дрим и мы начинаем айсберг по адскому боссу. Поехали! Вершина айсберга. Отель Хасбин и Адский Босс находятся в одной вселенной. На одном из стримов Ювен подтвердила, что Отель Хасбин и Адский Босс находятся в одной вселенной. Отель Хасбин это шоу про искупление грешников, а Адский Босс больше расскажет про жизнь адски рожденных существ. Да и пасхалок в том же Адском Боссе просто бесчетное количество. От Луны, которая смотрит на своем ноутбуке прямой эфир с Чарли и ее песней, до надписей на стенах про Валентина и плакатов с Энджелом Дастом. Так что инфа стопроцентная. Гримуар. Блиц явно недолюбливает Столоса, но все же спит с ним, ради книги, при помощи которой он может отправиться на Землю. Ведь если так посудить, не будет книги, не будет выполненных заказов. А значит бизнес встанет и больше не будет приносить Блицу его драгоценные деньги, которые он спускает на всякие безделушки и рекламу своей компании. Так что теперь понятно, почему он уже несколько раз был телохранителем Столоса. Ведь без него, или точнее его книги, Блицу придет конец, и он не сможет путешествовать на Землю, дабы выполнить очередной заказ. Но мне кажется, Страйкер рано или поздно доведет дело до конца, и возможно это произойдет во втором сезоне. Тогда Блицу придется придумывать новый план, как путешествовать на Землю. Хотя если Столос умрет, книга же продолжит существовать, но возможно ее магия испарится, либо же она сама превратится в пепел. Так как скорее всего гримуар сильно связан со своим хозяином, и не может без него существовать. Да и пока что неизвестен весь потенциал книги. Мы только знаем, что она может открыть портал в мир живых. Ну и еще один портал в открытый космос, которым пользовался Столос во время фестиваля урожайной луны. И когда пел колыбельную своей дочери. Возможно она может открывать не только порталы, но и делать более интересные, а может быть и жуткие вещи. В общем, будем ждать. Блиц приемный отец луны. В пилоте адского босса, когда Блиц дарит подарок луне, говорит ей о том, что она его приемная дочь. А в третьей серии мы узнаем, что он удочерил ее, когда ей было 18 лет. До сих пор неизвестно, кто ее настоящие родители. Возможно про это мы узнаем в будущих сериях. Веросика. Как стало известно из третьей серии, Блиц раньше встречался с поп-звездой и сукубочкой Веросикой Мэйдой. В честь него она даже набила себе татуировку на плече, имя Блица в сердечке. Но Блиц обманул ее, сбежал из отеля и украл ее кредитку и машину. Из-за чего Веросика очень сильно разозлилась на него, что и объясняет ее поведение на парковке около офиса EMP. Будучи сукубом, она является очень хитрой и манипулятивной девушкой, чьи способности позволяют ей вызывать сексуальное возбуждение у людей вокруг нее, что не действует на демона. Также она знакома с сестрой Блица, Барби Вайер, с которой они вместе были на реабилитации. Венерическое заболевание Луны. В пилоте мультсериала мы узнали, что Луна болеет с сифилисом. Это такое венерическое заболевание, передающееся половым путем. Но вполне возможно, что когда Луна родилась, она заразилась сифилисом от своей матери, так как он передается от матери к ребенку. Любовь Блица к лошадям. Блиц является большим поклонником лошадок. Это можно было узнать не только из его инстаграма, но и из самих серий. В конце первой серии он вытаскивает милую лошадку из кармана, а в четвертом эпизоде он тратит все деньги лупти-гупти на вот такую вот зеленую лошадку из Мари Ванны. Также у него в офисе висят плакаты с лошадьми. А еще он большой поклонник Спирита. Интересно, а Май Литл Пони он смотрел? Имп Сити. Как стало известно из пилота шоу, Блиц и его команда обосновались в небольшом городке под названием Имп Сити, что можно заметить вот по этой надписи в начале серии. Также по красному небу мы можем судить, что его офис находится на кругу гордыни Люцифера, где и расположился Пентаграмм Сити, в котором разворачиваются действия пилота отеля Хасбин, как и само будущее шоу. В Адском Боссе видно, что это небольшой город, и он не такой огромный мегаполис, как Пентаграмм Сити, и что основное население города составляют импы. Об этом говорит название самого города. Поверхность. Работа Блица в цирке. Во многих сериях можно заметить огромное количество пасхалок, которые ссылают нас к прошлому Блица. Например, в пилоте во время джинкла команды АМП показан манеж цирка, в котором выступал сам Блиц. Об этом говорит надпись Блица над входом. Ныне Блиц предпочитает, чтобы все вокруг произносили его имя без буквы О. Причина этого пока неизвестна. Также в офисе был плакат, на котором была изображена Барби Вайер, его сестра и Тила в цирковом обличии вместе с Блицом. После Вивзи Поп убрала Тила с плаката, что свидетельствует о том, что у Блица осталась только одна сестра Барби Вайер, которую мы увидим во втором сезоне мультсериала. А еще Блиц тратит кучу денег на рекламу своей компании, вывешивая различные плакаты, билборды и делает рекламные джинклы, так как данная привычка осталась еще с цирковой деятельности. Ведь в цирке подобный рекламный ход имел огромный успех. Ну и последнее, это вторая серия адского босса, где нам напрямую показали, что Блиц работал в цирке Лулулэнд и развлекал детей вместе с робофизом. Но наш АМП не имел успеха на сцене, по сравнению с роботом Физороли, который за это и подшучивал над Блицом. Ангельское оружие у Страйкера Как мы уже успели узнать, у Страйкера есть карминовая винтовка с ангельским наконечником и револьвер с такой же гравировкой. Все мы помним, что истребители один раз в год прилетают в ад, чтобы провести чистку среди демонов. И как раз таки они и пользуются ангельскими копьями для умерщвления своих противников. Также мы знаем, что ангельское оружие может с легкостью убить не только низшего демона, но и ранить, а возможно и убить более высшие слои общества. Я надеюсь, вы помните, что и у Венги есть ангельское копье. Так что, возможно, в Аду существует своеобразный черный рынок, на котором продают разный ангельский ставчик. И как мы видим, демоны уже научились переплавлять этот материал и делать из него необычное оружие. Возможно, страйкеру это оружие дала сама Стелла, ведь именно она заказала своего мужа Столлса у местного охотника за головами. Свадьба Мили и Мокси Нам все чаще и чаще намекают на свадьбу Мили и Мокси. Одна их только свадебная фотка в пилотичьего стоит. Я думаю, скоро нам покажут, как они поженились, и вполне возможно, мы увидим, как они впервые познакомились на кругу гнева. Ведь всем, как и мне, очень интересно узнать, как начали зарождаться их отношения. Скорее всего, нам покажут небольшой флэшбэк, связанный с этими событиями в будущих сериях. Херувимы В четвертой серии нас познакомили с командой Херувимов, Колином, Клетосом и Кинни. Их послали с небес, чтобы спасти Лайла Липтона от его неминуемой гибели. Но этим Херувимчикам не удалось этого сделать, и они случайно убили Липтона. За что им другие Херувимчики запретили возвращаться обратно в рай. Существует теория, что они могли бы искупить свой грех в отеле Хасбен и вернуться на небеса. Правда, это очень странно. Один из ангельских чинов, приближенных к богу, проходит реабилитацию в аду. По крайней мере, сейчас они находятся на земле и, возможно, готовятся отомстить Блицу и его команде. А может быть, и продумывают план возвращения в строй ангельской армии. По крайней мере, теперь стало понятно, что на небесах совсем другие правила и законы. И за любую провинность их могут не пустить обратно на небеса. Иерархия адских существ Недавно в интервью в Йовьен подтвердила небольшую теорию, связанную с иерархией демонов в аду и их силе. Теперь на самом верху находится Люцифера, правитель ада и отец Чарли. За ними идет сама Чарли, так как она его дочь и имеет огромную силу, практически как и у ее отца. За ней идут семь высших демонов, олицетворяющих семь смертных грехов. Такие как Сатана, Вильзевуля, Мамун, Асмодей, Левиафан и Белифигор. Подробнее про них вы можете узнать вот в этом ролике. Ссылочку найдете в описании, а вот и всплывашка вверху экрана. Дальше идут демоны Гаэтии, Столос, Асмодей и другие, которых покажут чуть позже. Дальше идут оверлорды, самые могущественные грешники. За ними идут обычные грешники, не имеющие такой огромной силы. Далее адские рожденные существа, Сукубы и Инкубы. И в самом низу находятся и Импы, и адские гончие, которые завершают пирамиду иерархии демонов. Демоны Гаэтии. Пока что нам показали только одного демона Гаэтии и это Столос, но их может быть и больше. В трейлере первого сезона мы можем увидеть огромное существо с тремя головами. Первая как у быка, вторая как у человека, третья как у барана. Так что возможно это Асмодей. А это еще один демон Гаэтии. Так как его описание в магической книге в точности походит на то, что нам показали в трейлере. Интересно, кого мы еще встретим из этого магического гримуара? Инстаграмы персонажей. А вы знали, что существуют официальные инстаграмы персонажей адского босса? Так вот, у каждого из них есть свой профиль в этой популярной социальной сети. Какое-то время они выкладывали туда фотографии своей повседневной жизни. Но сейчас из-за одного случая почти все профили заархивированы. В Евьену себя в Тамплере подтвердило, что все события, которые там происходили, не являются каноном мультсериала. Мелководье. Луна и Блиц в пилоте отеля Хасбин. А вы знали, что некоторые старые дизайны персонажей адского босса Вивзипоп поместила еще в пилот отеля Хасбин, во время того, как Чарли пела свою песню Inside of Every Demon and the Rainbow? На секунду в ней можно заметить старые дизайны Луны и Блица. По словам Вивзипоп, Блиц, Мокси и Луна изначально предназначались для того, чтобы стать фоновыми персонажами в отеле Хасбин в качестве команды убийц, специально созданных для комедии заднего плана. Но поскольку сериал имеет сильный драматический характер, эти комедийные персонажи просто не вписались бы в него. Поэтому Вивзипоп решила разработать концепцию, основанную на этих демонах, что и привело к появлению Хэллова Босс. Блиц и его отец. Блиц упоминает своего отца в пилоте адского босса в плохом контексте. Он не давал ему выступать на мюзиклах, за что Блиц его до сих пор ненавидит и говорит о том, что отец всегда рушил его мечты становления артистом. Такое поведение его отца отразилось и на нынешнем отношении Блица к своим коллегам по работе. Он преследует Мокси и Милли, следит за их личной и публичной жизнью и очень сильно любит свою приемную дочь Луну. Хотя вся его команда наоборот, явно недолюбливает чрезмерную навязчивость своего начальника. Ну кроме Милли конечно же. Так что похоже он действительно отчаянно нуждается в любви, которой так ему не хватало в детстве. И хочет снова почувствовать себя частью сплоченной команды. Но конечно яростно скрывает это замазкой непочтительности и неискренности. Падение семи колец. В своей песне Столос поет о падении семи колец или же кругов. Он имеет ввиду семь кругов ада, которые судя по всему могут исчезнуть по каким-то обстоятельствам, что повлечет за собой и гибель самого Столоса. Смерть Столоса. После последней пятой серии стало понятно, что Столоса хочет убить его жена Стелла. Она наняла для этого охотника за головами Страйкера, у которого есть необычное ангельское оружие. Скорее всего Столос умрет в будущих сериях, так как Страйкер явно хочет довести дело до конца. Не совсем понятно, что точно произойдет, если в него попадет пуля из винтовки с ангельскими технологиями. Либо его очень сильно ранит, либо все же окончательно убьет принца Гаэти. Мне кажется, эту драматическую сцену покажет нам в конце уже второго сезона, так как до этого еще никто не убивал могущественных демонов. Да и нам только начали раскрывать силу Столоса. Вон он как ловко превратил демона в камень во втором эпизоде. Так что все еще впереди. Также Стелла говорит по телефону со Страйкером. Мне не важно, с кем ты убьешь его. Я думаю, что не зря в сценарии было прописано слово «кем». По ходу жизни Столоса будет угрожать не только Страйкер. Но это было видно и в парке Лулулэнд, когда за головой Столоса охотились мелкие импы. Так что похоже, и правда у многих жителей ада есть свой пунктик на этот счет. Робофиз. Робофиз является роботизированной версией демона Физороли, который служит Мамону. Производят таких роботов на фабрике Оззи в кругу похоти. Причем образ Физороли используется в аду повсеместно. Он является маскотом хлопьев, которые ест Октавия на завтрак. Служит прототипом версии робофиза, используемого для сексуальных утех. А вот кола и водка Мамона с изображением Физороли. И даже детские игрушки. Короче говоря, Физороли это своего рода лицо всего того, что производит и выпускает Мамон. Судя по словам девушки из трейлера первого сезона, становится понятно, что существует лифт, при помощи которой в адские создания могут перемещаться между кругами ада. Пока что нам не показали, как он выглядит и как происходит перемещение. Но судя по всему, это произойдет в эпизоде, где Блиц, Толос и Мокси отправятся на круг похоти Асмодея. Так как в трейлере звучит сообщение, лифт 666 отправляется на круг похоти. А также это дает нам понять, что ад имеет вертикальное строение, раз перемещение происходит с помощью лифта. Очень хочется увидеть поскорее, как же все-таки происходит данное перемещение между кругами. Способы попасть на землю. По крайней мере, один способ попасть на землю мы уже знаем. Блиц берет гримуару Столоса и путешествует наверх. Хотя импы не обладают способностями самим это делать, значит быть на земле их не должно. Интересно, что случится, если кто-то из ада, более высокий по рангу, узнает, что импы посещают землю. Те же суккубы имеют определенную задачу и цель, ради которой они посещают поверхность. Они и адские гонщи имеют человеческую маскировку для прикрытия, которой нет у импов. Значит бесы не должны проникать в людской мир и делать все, что им вздумается. Адский босс и отель Хасбин продолжение зоофобии. За ответом далеко ходить не надо. Первая серьезная работа Вивьен была именно над зоофобией. Как раз таки в этом комиксе впервые должны были появиться Алластер, Энджел Даст и многие другие демоны. Так что действительно можно сказать, что адский босс и отель Хасбин это идейное продолжение зоофобии. Персонажи, ад и еще огромное количество сравнений можно найти, если разбирать старый комикс и нынешние мультфильмы Вивьен. Дно айсберга. Правило 34 с Луной. Ну тут даже объяснять нечего. Даже создатели шоу уже успели погломиться над этой темой в третьей серии. В одной из сцен Бритц говорит Луне, что на земле есть озабоченные, которые так сильно текут по ней. Ломается четвертая стена, и они все смотрят прямо в камеру, намекая нам о том, что эти озабоченные есть и среди людей за монитором. Кожа бесов. Как мы все знаем, бесы имеют кожу теплого цвета, красных или оранжевых оттенков с белыми пятнами. Но вот с этими пятнами до сих пор не до конца понятно. Есть несколько теорий насчет них. Кто-то говорит, что эти пятна у импов срождения, а кто-то, что они появляются с течением жизни, примерно как рубцы у людей. Например, у Салли Мэй видно пятно в виде пореза на глазу, словно она его получила во время какой-то схватки, ведь она профессиональный киллер. А отец и брат Милли имеют белые татуировки на своих руках. Получается, это все-таки краситель, а вот им с черной татуировкой. Да и у многих бесов встречаются черные полосы на хвостах, все это запутано и непонятно. Кстати, у Бритца во время работы в парке развлечений Лу-Лу-Лэнд не было белых пятен на руках, а в пятой серии в сцене постели Столоса половина руки уже окрасилась в белый цвет. И на фотографии с Барби Вайр Блиц сидит без своего белого пятна вокруг глаза. Либо все это недочеты художников, либо Вивианой вправду разработала какое-то обоснование этим пятнам. Блиц наполовину суккуб. Существует теория, что Блиц является наполовину суккубом. Подтверждение этого есть несколько факторов. На его голове есть необычный знак, который очень похож на изображение греха похоти в древнеиндийском эпосе под названием Рамайана. Блиц также похожа очень неплох в постели, так как смог заполучить себе в девушке поп-звезду Веросику Мэйдой, отчего вся команда ЭП была в шоке. А также сам демон Гаэти, принц Толос, дает ему свою рабочую книгу взамен на личные встречи. Да и своим внешним видом Блиц сильно отличается от других импов. Сестры Блица. Судя по плакату, который висит в переговорке компании МП в пилоте шоу, у Блица есть две сестры, Тила и Барби Вайр. Однако все изменилось после выхода третьей серии, когда изменился и сам плакат. Тила пропала, а остались только Блиц и Барби Вайр. Ну и надпись сменилась братьев и сестер на близнецов. Так что можно смело заявить, что Вивиан поменяла канон. И у Блица теперь только одна сестра. Также Веросика в третьей серии говорит нам о том, что она лежала в реабилитационном центре вместе с сестрой Блица, и что та передает ему привет. Похоже, что совсем скоро мы узнаем о семье Блица чуточку больше, раз все чаще и чаще в последних сериях стали появляться намерки на его родственников. Адский тур Веросики. После выхода третьей серии Вивиан выпустила на сайте Шорк Робот очередную партию своего мерча. Среди него была и вот такая футболка со списком адских городов, в которых Веросика дает свои концерты. Однако каноничны ли эти названия или нет, остается в тайне. Брак Столоса по расчету. Судя по отношениям Столоса и Стеллы, у них уже очень давно не ладится. А может, и с самого начала их семейной жизни они не любили друг друга, а женились по расчету. В аристократических семьях прошлых веков это было распространено. Таким образом, родители выбирали супругу или супруга своему ребенку для получения собственной выгоды. Именно поэтому Столос и Стелла могут быть не счастливы в своем браке, а саму Стеллу волнует лишь ее статус. Главный антагонист сериала. До сих пор у адского босса не появилось основного злодея. И я думаю, что это потому, что брак находится не снаружи, а внутри. Так как персонажи, справляясь с определенными жизненными испытаниями, преодолевают свои внутренние проблемы. Война. В пятой серии Отец Милли упоминает о войне. Скорее всего, это война с небесами. Так как в пилоте отеля Хасбин нам показывали, как истребители просто зачищают ад. Но о полномасштабной войне не было и речи. Возможно, между ангелами и демонами был когда-то вооруженный конфликт. И похоже, что кто-то осмелился противостоять войнам неба. Бездна. Стовия. Все мы помним недавний скандал, который разгорелся среди инстаграм-аккаунтов персонажей адского босса. А ведь все началось с того, что на инстаграм Октавии, дочери Столоса, начались нападки со стороны некоторых шиперских аккаунтов. Ведь многие начали постить шип Столоса и Вии. А также некоторые обнаженные арты маленькой совушки. Причем они не только постили подобное, но и отмечали официальный аккаунт Вии в инсте. В связи с этим, человек, который ведет ее профиль, просто закрыл его и решил уйти из художественного редактора профиля Вии, заархивировав все ее фотографии. Так как, во-первых, это инцест, а во-вторых, Октавия всего лишь подросток, так что это еще и педофилия. Эту волну поймали все авторы, причастные к инстаграмам персонажей, и закрыли почти все профили, так как скандал развернулся нешуточный. Пеггинг Мокси. Среди фанатов существует теория, что Мокси любят заниматься пеггингом с Милли. Объяснять я это не буду, лучше сами загуглите это слово и сразу все поймете. Мокси и Милли родители Блица. Есть такая легенда, что Мокси и Милли имеют одного сына, и это Блиц. Я в этом ой как сомневаюсь, потому что на данную легенду нет ни единой весомой наводки. А вот сейчас будет поинтереснее. Адских гонщих продают в рабство. Существует теория, что адские гонщи являются рабами, так как они находятся в самом низу иерархии и выполняют низшую работу. Так что, возможно, Луну действительно продали Блицу. А сам факт удочерения – лишь прикрытие рабских россказней Вальзевула, с круга которого, скорее всего, и пришла Луна, как и другие адские гонщи. Так как даже уже Дрим рассказывал вам о том, что именно она имеет нечеловеческий голод, а Вальзевула олицетворяет грех червоугодия. И самая последняя теория, как по мне одна из самых глубинных и имеющих максимальное отношение к нашему реальному миру – адский босс реален. Как бы это ни было странно, но это факт. По сути, Блиц – это Брэндом Роджерс, только в аду. Немало отсылок на творчество Брэндона оставили художники и создатели адского босса в сериале. Вспомнить только костюм в 4 серии, Блицы в холодильнике в пилоте, поедание сыра и множество других отсылок на самого Брэндона. Если вы хотите ещё больше контента по адскому боссу, то заходите на ютуб-канал Брэндона Роджерса и посмотрите хоть один его ролик. И вы сразу поймёте, что по градусу безумия его контент вообще не отличается от того, что мы видим в мультсериале от Вивьен. Так что да, адский босс действительно существует. Вот и на этом всё. Как только выйдут следующие эпизоды адского босса, мы дополним данный айсберг. И возможно даже найдём ответы на те вопросы, которые мы озвучили выше. А теперь я хотел бы сказать спасибо ребятам за спонсорскую подписку на канале. Игорь Козлов, Асмар, Станислав Соболев, Рапид Респонс Форс и Мистер Фрэгки. Вы просто лучшие ребят. Спасибо вам большое за поддержку канала. Если вы, мои дорогие друзья, тоже хотите поддержать мой канал, то переходите по ссылочке в описании и оформляйте спонсорскую подписку. Там есть много крутых бонусов. Не забывайте также подписываться на канал, нажимать на колокольчик и ставить лайк, чтобы не пропускать будущие озвучки и разборы. Ну а я с вами не прощаюсь ребят. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok